Читаем, но начнём с серьёзной темы. Да, поговорим о зрении. Лена, скажи, как часто ты проверяешь зрение? Честно? Ну, честно, конечно. Я не самый дисциплинированный пациент в этом плане. Каждый раз, побывав на приёме у офтальмолога, крайне редко, я обещаю себе регулярно ходить на профосмотры. Но ты понимаешь, да, как только закрывается дверь, я об этом благополучно забываю. Ну, это ты, конечно, зря. Ведь каждый раз, когда к нам в гости приходят медики, они всегда нам напоминают о профилактических осмотрах, благодаря которым можно избежать множества различных заболеваний и осложнений. Ну, всё, Рома, мне правда стало стыдно. Я обещаю не забывать, тем более, что у нас в гостях сегодня Екатерина Мурашова, заведующая консультативной диагностической поликлиникой. Здравствуйте, Екатерина. Доброе утро, Екатерина. Вот, Екатерина, Елена уже, к сожалению, дальше своего носа бывает не видит вообще. Вот как часто ей нужно проходить профилактические осмотры. Ну, давайте напомним, вот для таких вот, как Лена. Вообще, пациентам старше 40 лет ежегодно расширено комплексное обследование надо проходить для выявления различных заболеваний глаз. А пациентам, использующих контактные линзы, это преимущественно всё равно чаще всего молодые пациенты. Вот, им желательно раз в полгода осматривать передний отрезок глаза, там, где располагается контактная линза, на предмет, как она переносится, нет ли врастания сосудов, то есть нет ли сухого глаза. То есть на ряд таких состояний желательно раз в полгода всё-таки смотреть. Раз в полгода надо ходить контактной линзы. Это идеальный вариант. Я двоечник. Ну, да, как раз вот люди же как-то, ну, не ехать, не потому что даже там куда-то далеко может быть ехать или что-то ещё, а просто бояться, потому что им скажут, ну да, вот вам нужно носить очки, например. И они такие думают, а вот капельки помогут, например? Вот просто если капать постоянно, там, увлажнять, например. Ну, это часто так пациенты думают, что при назначении капель это избавит от многих состояний, проблем глаз. Но на самом деле не так. То есть в идеале, конечно, надо пройти сначала комплексное обследование, чтобы понять, какие капли необходимы пациенту. Конечно, самая безобидная категория капель, это правильно вы назвали увлажняющие капли. Их на самом деле можно закапывать в большинство пациентов, потому что мы все со смартфонами, гаджетами, планшетами, телефонами, компьютерами. То есть у нас большинство сейчас профессий с этим связано. И поэтому увлажняющие капли, это, наверное... Можно всем, но так же, как увлажняющий уход для кожи, да? Да, но опять же, увлажняющие капли, они разные есть. Вот, то есть есть варианты бесконсервантных и с консервантами. Поэтому... Лучше с доктором советоваться. Да, то есть лучше всё равно посоветоваться с доктором, то есть пройдя обследование, доктор уже порекомендует, на какие преимущественные препараты обращать внимание, которые на самом деле будут увлажнять, давать комфорт глазам и не будут в себе нести какие-либо побочные эффекты. Екатерина, вы сказали комплексное обследование. Вот я слышала, у вас такая была фраза. Что он включает в себя? Комплексное обследование расширенно включает в себя визометрию. Это непосредственная проверка зрения. Тонометрия – это измерение внутриглазного давления. Периметрия – она есть динамическая, есть квантативная, разные варианты. Это измерение поля зрения непосредственно. И измерение параметров глаза – это биометрия. Это стандартное обследование. Если же у пациента есть подозрение на такое заболевание, как глоукома, мы дополняем это обследование расширенной диагностикой. Это включая квантативную периметрию. Это более детальная периметрия. То есть исследование поля зрения на выявление мельчайших скотом, которые нам показывают, указывают на течение глоукомы, на развитие глоукомы, на появление глоукомы. И оптическо-когерентная томография головки зрительного нерва и сетчатки глаз. Екатерина, Вы сейчас упомянули про глазное давление. Про артериальное давление все слышали и примерно знают, как за ним наблюдать. Давайте расскажем, что такое глазное давление, на что оно влияет. Внутриглазное давление пациентами чаще всего не ощущается, даже на повышенных цифрах. Почему и важно после 40 лет ежегодно хотя бы измерять внутриглазное давление, чтобы не пропустить такое заболевание, как глоукома. Давление внутриглазное у нас измеряется пятью способами. Различными аппаратурой есть. Чаще всего это бесконтактное обследование, безболезненное. И занимает меньше минуты. После измерения внутриглазного давления мы направляем на расширенную диагностику. Мы ему измеряем и даем еще опросник. Маленькое анкетирование такое, которое нацелено на обоявление факторов риска глоукомы. И в результате этого опросника цифру давления уже врач подводит итоги, и в какие бы сроки желательно этому пациенту появиться уже на более расширенную комплексную обследование записаться. Люди очень боятся приходить все-таки к специалистам, потому что боятся, что как-то там навредят. Будет больно, как минимум. Да, ну и больно, и вдруг навредят. То есть проверят что-нибудь, а потом и глаз все, и не видят. И вот как здесь быть? Ну, бояться обследоваться не надо. Сейчас самое современное оборудование хорошее. Обследование на каждом оборудовании занимает несколько минут. Как правило, это бесконтактное обследование. То есть оно даже не требует закапывания капель. Вам нужно посмотреть специально на огонечек, либо на какую-то меточку, и медсестра быстро измерит ваши параметры глаза. Далее, когда уже пациент попадает на прием к врачу, результат оценивает стандартную диагностику, смотрит состояние глаза, опять же, за щелевой лампой. Это тоже бесконтактное обследование. Нужно посмотреть на фонарик, вот на световой источник. И, соответственно, врач уже определяет, нужно какие-то дополнительные специальные методы, или это не нужно. То есть если пациент, его ничего не беспокоит, в принципе, он просто пришел провериться, и на самом деле там особых проблем в глазу нет, то обследование для него проходит такая стандартная диагностика от 40 минут до часа, в зависимости от обследования. Самое главное, бесконтактно и безболезненно, и всего в течение часа. Я надеюсь, теперь я чаще буду ходить. Я надеюсь, что ты увидишь мир такими же глазами, какими увижу я. То есть вот таким же прекрасным. Давайте тоже проверим для начала, чтобы быть уверенным. Ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина.